Это уже третий вариант казахского алфавита на латинице. До этого были деграфы, а потом апострофы. Кстати, второй проект с апострофами. Разработчики расхвалили настолько, что его даже утвердил президент. Несмотря на критику, авторы уверяли, что народу новая письменность понравилась. Илья Рыбин выяснял, будет ли этот вариант алфавита последним. Это утро для казахстанцев началось с очередной сенсации. Президент утвердил новую версию алфавита на латинице. Только в этот раз казахстанцев, кажется, услышали. Ведь набор букв, как говорят чиновники, многим приглянулся. Убрали апострофы, исчезли многозначные деграфы, ставшие поводом для шуток. Казалось бы, вариант с сокутами идеален. Но у журналистов появились вопросы. Ведь всенародного обсуждения нового варианта алфавита не было. И это при том, что глава государства получал изучить мнение каждого. Знаете, алфавит это дело ученых, филологи, лингвисты, которые занимаются. Вот они уже несколько раз собирались по этому поводу. И были обсуждены несколько вариантов. И сейчас это последний, который утвержден. Это уже все согласились на этот вариант. Справедливости ради стоит отметить, что каждый проект алфавита разработчики и ответственные чиновники защищали как знамя. Уверяясь, что именно этот вариант идеально подходит для обозначения казахских звуков. И каждый раз на проект лингвистов обрушался шквал критики. Это было в сентябре с деграфами и после презентации в конце октября с апострофами. После чего, как признаются сами члены правительства, эксперты забраковали предыдущие работы. Станет ли эта версия последней, пока не ясно. Относительно вопроса, окончательный это ли вариант или нет, мы все прекрасно знаем, это ни для кого не секрет, что идеального алфавита, наверное, не существует. Жизнь диктует свои условия, диктуются необходимые решения. Поэтому я думаю, что работа в этом направлении в той или иной степени будет продолжаться. Уже с более практичной реализацией, наверное. Это означает, что в новый вариант, возможно, и будут внесены незначительные изменения при появлении каких-то предложений. Одно ясно точно, апострофы в прошлом. Поэтому любителям бежать впереди паровоза придется распрощаться с табличками теперь уже на несостоявшемся алфавите и раскошелиться на новые. А таких по стране, как оказалось, немало. Илья Рыбин, Дуркенток Мурзин, информбюро Астана.